В Олегминском районе готовятся к предстоящему пожароопасному сезону. На днях там прошло совещание с руководителем Департамента по лесным отношениям. Какие вопросы обсуждали, расскажут наши коллеги. Достаточно откровенный разговор состоялся на совещании при руководителе Департамента по лесным отношениям. Речь шла не только о традиционных итогах ушедшего года. Гораздо активнее участники проявляли себя в диалоге о перспективах этого. Ведь май один из пожароопасных для Олегминского района месяцев, и он не за горами. Много вопросов было по сельхозпалу. Это болезненный вопрос для сельчан. В Олегминском районе более 6 тысяч гектаров сенокосов на островах. Не проводя сельхозпалы, можно эти угодья в скором времени потерять, а проведя, нарушить законодательство. Предусмотреть постановление правительства все невозможно. Но вот островных, я думаю, что нужно там провести. Там никакой безопасности для населенных пунктов, объектов экономики. И для лесного фонда там нет. Поэтому здесь нужно только предупредить контролирующего органа. Это прежде всего МЧС, пожарные части, население. Общую мысль выразила глава Дабанского наслега. К тушению людей привлекаем. А какой стимул? Это очень интересный вопрос. Мы этот вопрос будем обсуждать совместно с Государственным комитетом по жизнебоспечению. И, наверное, нужно будет думать о добровольно-пожарных дружинах, которые участвуют в тушении лесных пожаров. Нужно будет, наверное, предусмотреть через правительственные решения, нормативные акты, какие-то льготы тоже надо. Ряд вопросов решаемы. Главное обозначить их вовремя. Главной болью является минерализованная полоса. Значит, противопожарный разрыв мы сделали. Оно у нас соответствует нормам 30 метров от территории. А теперь вот именно полосу нужна техника. Тяжелая техника. О Геопаловичем с Киселевым мы поговорили. Он пообещал мне блок дать. Мне просто надо найти сейчас технику, чтобы вывести этот блок. И весной, как только сойдет снег, эту работу провести. Всем присутствующим хотелось бы в этом году чистого без дыма неба. Но как сложится на деле, предугадать сложно. А значит, готовность номер один. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Олег Минск.